Игры для ПК бывают самых разных видов. Например, стратегические игры, как пошаговые, так и в реальном времени, проверяют ваше тактическое мастерство. Головоломки похожи на стратегии, но обычно с трудностями, связанными с отбрасыванием блоков или перестановкой предметов. Трелялки, с другой стороны, невероятно популярный жанр, который проверяет вашу способность продолжать стрелять до тех пор, пока вы не увидите, что ваших врагов больше нет. Шутеры обычно бывают двух видов, от первого и от третьего лица. Шутеры от первого лица часто представляют собой более захватывающий игровой процесс, поскольку игра разворачивается непосредственно с вашей точки зрения. Шутеры от третьего лица просто выглядят круче, ну потому что вы можете видеть всё тело своего экранного аватара, когда он перемещается по полю боя. Оба стиля шутеров широко представлены на ПК. Вот некоторые из наших любимых шутеров от первого и третьего лица. Battlefield V. Battlefield V не изменит кардинально сферу шутеров от первого лица, но то, что в ней есть, весьма неплохо. Игра, разработанная Electronic Arts Dice, отличается великолепным сценарием Второй мировой войны и молниеносным геймплеем, который заставит вас бегать и стрелять часами напролёт. Battlefield V обладает всеми признаками современного шутера от первого лица, включая достойный контент для одиночной игры и новый взгляд на многопользовательский геймплей. Firestorm, отрядный режим игры, поддерживающий до 64 игроков, позволяет с блеском продемонстрировать фирменное для серии разрушение окружающей среды. Borderlands 2 В игре Borderlands 2 разработчик Gearbox Entertainment и издатель 2K Games возвращаются в наполненную комедиями зону боевых действий. Если вы играли в оригинальную Borderlands, вы понимаете, как работает этот шутер от первого лица. Вы играете за World Hunter, охотника за сокровищами, который ищет инопланетное хранилище на едва колонизированной планете. На протяжении всего приключения, наполненного смехом, вы собираете сотни различных пушек, каждая из которых имеет свои уникальные характеристики и свойства. Тяжёлый металл позволит вам уничтожать, казалось бы, неограниченное количество роботов, мутантов и рейдеров в стиле Безумного Макса. Call of Duty Modern Warfare Последние годы франшиза Call of Duty менялась от кампаний Второй мировой войны к космическим приключениям и боевым действиям. Хотя Call of Duty и отошла от своих корней, разработанная Infinity Ward перезагрузка легендарной игры 2007 года стала основой серии шутеров от первого лица. В Modern Warfare есть тактическая одиночная игра и мощные многопользовательские режимы, которые можно ожидать от игры Call of Duty, но при этом успешно удалены все лишние элементы. Но это не означает, что Modern Warfare лишена классных функций. Новинкой в игре является система морали, основанная на наградах, которая оценивает вашу способность правильно отличать невинных людей от законных угроз в однопользовательской компании. Gears 5 Gears 5 от Xbox Game Studios – это первая основная игра в любимой серии шутеров от третьего лица, которая избавилась от суффикса of war. Однако это просто Gears of War, как она есть. Прямое продолжение Gears of War 4, Gears 5 продолжает борьбу коалиции упорядоченного правительства против инопланетного роя. Увлекательный сюжет, надежная механика стрельбы и прикрытия и отличная графика Gears 5 значительно превосходят ее лишь средние многопользовательские режимы. Тем не менее, Gears 5 можно смело рекомендовать как ветеранам серии, так и новичкам. Superhot Многие разработчики шутеров рады выпускать игры, которые поддерживают статус-кво. Superhot Team – творческая группа, стоящая за Superhot – не такая. Никакой гиперболы. Superhot – это самый инновационный шутер, который появился за последнее время. Этот шутер от первого лица добавляет элементы головоломки и причудливый метанарратив в быстрые небольшие порции компьютерного насилия.